Петр Олейников. Харизматичный и обаятельный, беседчак и балагур, завоевывал сердца тысяч поклонников. Но актеру этого было мало. Для настоящего творчества ему казалось, нужно было что-то еще. Оставшись в юном возрасте без родителей, мальчик воспитывался в детском доме, что закалило его характер. Черты организатора, правда некоторые называли это диктаторством, характером молодого Олейникова появились после того, как он в 15 лет создал драматический кружок и стал его руководителем. Казалось бы, у парня были все задатки для того, чтобы стать сильным, успешным и уверенным в себе человека. Однако под влиянием определенных обстоятельств волевые качества Олейникова превратились в эгоистическое чудачество. Почему так произошло? Все просто. Актер оказался больным человеком. Родился Петр Олейников 12 июля 2014 года в небольшой деревеньке Могилевской области. Мальчик рано остался без родителей, и чтобы выжить, ему пришлось вместе со старшей сестрой попрошайничать. Позже сестра вернулась домой, а Петр стал беспризорником. Мечта стать актером появилась у Петра еще во время пребывания в детском доме. И он ее осуществил, поступив в Ленинградский техникум сценических искусств на курсы режиссера Сергея Герасимова, который впоследствии предложит молодому Олейникову роль в своем фильме. Во всех историях о жизни и творчестве Петра Олейникова планомерно прослеживается линия пьянства. Но вот парадокс. После смерти актера врачи не нашли в его организме никаких следов разрушительного действия алкоголя. Они с удивлением констатировали, что печень Олейникова была абсолютно здоровой. Как это возможно? Все очень просто. Будучи алкоголиком, пил актер очень мало. Чтобы напиться в стельку, ему хватало одной рюмки водки. Учитывая такую особенность организма, врачи категорически не рекомендовали Петру Олейникову употреблять. Только актер не особенно прислушивался к рекомендациям медиков. Как говорил он сам, алкоголь помогал ему убежать от тяжелой реальности. Кстати, убегал от нее он с первых дней работы в области киноискусства. Первой работой Петра Олейникова стала эпизодическая роль в кинофильме «Встречный». А в начале 40-х учитель Петра Олейникова, режиссер Сергей Герасимов, пригласил его сняться в своем фильме «Люблю ли я тебя?». В то время молодой актер беззаветно и, как потом оказалось безответно, был влюблен в красавицу Тамару Макарова, с которой, по иронии судьбы, ему пришлось вместе работать на съемочной площадке. И все было бы хорошо, если бы спустя некоторое время Макарова не вышла замуж за Сергея Герасимова. Именно тогда и случился первый срыв у Олейникова. Он не придумал ничего лучшего, кроме как напиться и самовольно оставить съемочную площадку. Администрация фильма не простила актеру эту выходку, и он потерял роль. Прошло время, неприятная история осталась в прошлом. Гнев режиссера Герасимова, в общем-то, человека отходчивого, тоже несколько поостыл. Герасимов решил предоставить Петру Олейникову еще один шанс и пригласил его сниматься в своем фильме «Семеро смелых». Именно этот фильм принес славу начинающему актеру. После этого были еще две успешные работы «Трактористы» и «Большая жизнь». Кстати, во время съемок первой картины Олейников снова чуть было не потерял роль, и снова причиной тому стал алкоголь. Режиссер этого фильма Иван Пырьев несколько раз принимал решение выгнать Олейникова за пьянство и прогулы, но так и не сделал этого. Петр Мартыныч был талантливым актером и, несмотря на вредные привычки, обладал удивительной способностью хорошо вживаться в роль. Тем не менее, невзирая на то, что «Трактористы» имели большой успех, Пырьев больше никогда не работал с Олейниковым. Рубаха-парень. Именно такое амплуа было у Петра Олейникова. Этот образ присущий многим актерам в начале творческого пути. Только у некоторых он перерастает в что-то более совершенное, а у некоторых становится причиной творческого спада. Так было у многих советских актеров. Сергея Шевкуненко, Юрия Белова, Сергея Гурзоли, Анида Харитонова. Пополнил ряды сломанных актеров, ставшие заложниками образа, и Петр Олейников. В 1946 году, когда алкоголь полностью заполонил сознание актера, фильмография Олейникова насчитывала уже несколько десятков картин. Правда, главные роли он сыграл только в трех из них. «Конек-горбунок», «Небо Москвы» и «Шуми городок». Критики по-разному относились к творчеству Олейникова. Некоторые утверждали, что он идеально вживается в образ, а некоторые говорили, что актер играет самого себя. Может, это и помогало Олейникову справляться с ролью, но вряд ли способствовало его творческому росту. А он очень был нужен, потому как рубаха «Парень», которому было уже за 30, в кадре выглядела как-то нелепо. Усложняло положение дела и то, что у Олейникова практически не было театральной карьеры. Актер числился в списках труппы театра киноактера. Однако были ли и роли, которые он там сыграл, история неизвестна. 1946 год стал для актера переломным. Правда, перелом этот был не в лучшую сторону. Первым тревожным звоночком стало то, что не пустили в прокат вторую часть «Большой жизни», где Олейников продолжил работу над образом Вани Курского, который когда-то принес ему славу. А потом Петр Олейников не понравился зрителям в кинокартине «Глинка», где он пытался передать образ великого поэта Пушкина. Негативные рецензии критиков еще сильнее расшатали и без того не особенно устойчивое положение Олейникова и уж точно не мотивировали режиссеров к дальнейшему с ним сотрудничеству. После «Глинки» актер снялся только в трех фильмах, в которых сыграл роли второго и третьего плана. На фоне общего малокартинья, творческие неудачи настолько выбили Олейникова из колеи, что он снова начал топить свое горе в бутылке. Даты не заставили себя долго ждать. Актер с позором был изгнан из фильма «Адмирал Нахимов». С тех пор единственным источником заработка для Олейникова стали встречи со зрителями, причем и к этой работе он относился со свойственным ему разгильдяйством – балагурил, хамил и лодырмичал. Коллеги, имевшие счастье или несчастье работать вместе с Олейниковым, рассказывали, что на всех выступлениях он рассказывал один и тот же монолог. Ленин и печник Твардовского. Причем каждый раз уверял организаторов концерта, что это как раз то, что нужно в данном случае. Выступали перед столеварами Ленин и печник, перед механизаторами тоже Ленин и печник, перед студентами снова тот же монолог. Дело в том, что Олейникову было просто лень выучить что-нибудь другое. Несмотря на то, что актер принимал алкоголь в сравнительно небольших дозах, пагубная привычка в сочетании с разгульным образом жизни все-таки навредили его здоровью. Олейникову сделали операцию на ноге, а через некоторое время удалили одно легкое. В горе с друзьями Петр Олейников говорил, нельзя мне не пить, понимаете? Если я не пропущу вовремя рюмочку другую, точно задохнусь. А так выпьешь, лидишь и дышать легче стало, и жизнь налаживается. У меня как будто гора в душе какая-то. Не перешагнуть ее я не могу, не перепрыгнуть, только водка и спасает. Думаю иногда, неужели один я такой на белом свете непутевый, что дышать без водки не могу. А потом посмотрю в зал или на улицу и думаю, нет, вон им тоже дышать трудно. Только они, глупцы, не пьют, терпят. А я пить буду и терпеть не буду. У меня в роду казаки были, а казаки терпеть не любят. Через некоторое время кино вернулось в жизнь Олейникова. Но впечатление об игре актера, оставшееся у зрителей после неудачной роли Александра Сергеевича Пушкина, давало о себе знать. Актер навсегда остался для многих парнем из нашего двора. И они упорно не хотели принимать его в другом амплуа. Олейников сыграл несколько драматических ролей в фильмах. «Отчий дом», «Земля и люди», «Утоление жажды». Эти картины полюбились зрителям. Однако культовыми они стали не от того, что в них снимался кумир прошлых лет. «Отчий дом»